Мы ездили в Тобольск в январе. Когда же ехать в первую столицу Сибири, как не в середине зимы? Когда же туда ехать, как не в середине зимы? Это значит, что лучше всего ехать туда в середине зимы. На самом деле мы собирались, мы хотели проехать по этой дороге ещё дальше на север, за Тобольск. Но не поехали дальше Тобольска. Слишком холодно. Когда мы приехали в Тобольск, было минус 32 градуса по Цельсию. Потом похолодало до 34. На улицах мало машин, ещё меньше людей. Конечно, здесь не всегда такая температура. Говорят, средняя температура января здесь минус 21 градус по Цельсию. Но рекорд, температурный рекорд – минус 51. Континентальный климат. Летом жарко, зимой холодно. Я давно хотела побывать в Тобольске. Почему? Причин было несколько. Именно Тобольск, как я вам сказала, был первой русской столицей Сибири. Можно сказать, центром колонизации Сибири. Именно сюда в 1917 году привезли семью последнего русского царя, Николая II. Царская семья провела здесь в ссылке 8 месяцев перед тем, как их отсюда увезли в Екатеринбург, чтобы там убить. Недалеко от Тобольска находится село, где родился Распутин. Об этом я видео делала. Вот здесь ссылка, можете посмотреть. Именно через Тобольск везли заключённых в ссылку в Сибирь. Уже достаточно этих причин, чтобы захотеть увидеть этот город. Расстояние от Петербурга до Тобольска на машине примерно 2900 километров. Сейчас Тобольск город по российским меркам небольшой. То есть для России небольшой. Здесь проживает чуть больше 100 тысяч человек. Название свое город получил от реки Тобол. Хотя сама река Тобол через Тобольск не протекает. Тобольск стоит на реке Иртыш. Вот на этой реке. А река Тобол впадает в Иртыш около города. Иртыш – река огромная. Её длина больше 4000 километров. И течёт она, протекает она по территории Китая, Казахстана и России. Смотрите, вот это зимняя переправа через Иртыш. Видите, трактор делает дорогу, чтобы машины могли переехать с одного берега на другой. Чтобы они могли переезжать с одного берега на другой. Вот здесь видите пункт обогрева. Греть – значит делать что-то теплее. Греться, обогреваться – значит делать так, чтобы самому стало тепло. Конечно, такой мороз, пункт обогрева – дело нужное, место нужное. Красота, да? Отсюда хорошо виден Тобольский Кремль. Кремль – это не только то, что в Москве. Кремль – это крепость, центральная часть древнего русского города. Тобольский Кремль – это единственный каменный Кремль в Сибири. Больше нет. И архитектурный стиль, кстати, украинская, да-да, барокко. Тобольск был основан в 1587 году. Основали его казаки. Или казаки иногда говорят. А командовал этими казаками человек, которого звали Данила Чулков. Вот ему здесь памятник стоит. До этого в этих местах находилось Сибирское ханство. А во главе ханства был хан Кучум. Столица Кучума была совсем недалеко от нынешнего, от сегодняшнего Тобольска. Некоторые историки даже говорят, что прямо на этом месте. И был тогда такой легендарный казачий атаман, легендарный покоритель Сибири. Все его имя знают. Звали его Ермак Тимофеевич. Это имя и отчество, не фамилия. Так вот, в этих местах Ермак хана Кучума разбил, победил. А в 1587 году, уже после смерти Ермака, казачий атаман Данила Чулков основал город Тобольск, в 17 километрах от столицы хана Кучума. Построили здесь тогда деревянную крепость, острог. А каменный Кремль появился еще через 100 лет. И архитектором, и организатором строительства, можно сказать, был человек, которого звали Семен Ремезов. Его имя сейчас носит главная улица Тобольска. И этот Семен Ремезов был, по-видимому, человеком абсолютно удивительным. И первые карты Сибири делал. И архитектором был, и инженером, и историком. Тобольск – второй город в Сибири. На год раньше Тобольска была основана Тюмень. Тюмень – первый город Сибири. Тюмень старше Тобольска на один год всего лишь. При Петре I в 1708 году появляется Сибирская губерния. Губерния – это в то время такая административно-территориальная единица. Административный регион. Эта Сибирская губерния была не просто большой, она была гигантской. До Петра I Тобольск уже фактически был столицей Сибири. Но при Петре I он стал официально главным городом Сибири. Административным центром Сибирской губернии. Потом административное деление на регионы менялось. Появлялись новые территориальные единицы. Но фактически до XIX века Тобольск был столицей Сибири. В XIX веке основные дороги в Сибирь строили южнее Тобольска. А где дороги, там и главные города. Понятно, да? И Тобольск в XIX веке перестал быть главным сибирским городом. Но он остался местом ссылки и перевалочным пунктом для тех, кого отправляли на каторгу, на каторжные работы. Перевалочный пункт – это, можно сказать, место транзита. Знаменитая сибирская ссылка и раньше, и до XIX века начиналась в Тобольске. Как вы думаете, кто был первым Тобольским ссыльным? Представьте себе, это был даже не человек, это был колокол. Колокол из города Углич. Младший сын царя Ивана Грозного, Дмитрий, непонятным образом трагически погиб в Угличе. В 1591 году колокол, точнее, звон колокола, объявил жителям города о смерти царевича. И в Угличе начались бунты, беспорядки, погромы, восстания. Решили, что колокол в этом во всём виноват, виноват в беспорядках. И колокол наказали, прямо как человека. Его сначала били, потом ему вырвали язык и отрубили ухо. Да-да, у колоколов есть язык и уши. А потом колокол сослали в Сибирь. Именно сюда, в Тобольск. И был здесь колокол в ссылке 300 лет. Его помиловали, то есть простили, освободили в 1892 году. И отправили, вернули обратно в Углич. А после колокола здесь было много-много ссыльных, в том числе и известных людей. И старобрядцы здесь были в ссылке, и декабристы. О декабристах я тоже в одном из видео рассказывала. Вот здесь ссылка. Можете посмотреть. Многие декабристы через Тобольск проезжали дальше. А несколько декабристов провели здесь, в Тобольске, всю ссылку. И здесь на кладбище, на здешнем кладбище похоронены. В середине XIX века, прямо около Кремля, построили тюремный замок, тюрьму. Среди узников этой тюрьмы, то есть среди тех, кто в этой тюрьме сидел, были и настоящие бандиты, и преступники, и политзаключенные. То есть политические заключенные. Сидели здесь и революционеры, и писатели, и поэты. Кстати, Фёдор Достоевский здесь несколько дней провёл, перед тем, как его отправили дальше в Омск, в город Омск. В 30-е годы XX века, во времена сталинских репрессий, здесь расстреляли несколько тысяч человек. Вот вы можете посмотреть, даже прочитать, какие у них профессии были, кто это был. Здесь сейчас музей. Ну, музей здесь совсем недавно, до 1989 года, здесь была самая настоящая тюрьма. Спецтюрьма, то есть специальная тюрьма строгого режима. Вообще-то странно, рядом музей Тобольского Кремля, то есть экскурсии ходили рядом, туристы. А тут была действующая тюрьма, тюрьма, которая работала почти на территории Кремля. А вот в этот дом в августе 1917 года привезли семью последнего русского царя. Николая II с семьей отправили сюда в ссылку. Царь с женой и детьми жил в бывшем доме губернатора. Это, наверное, был здесь самый комфортабельный дом в городе. Здесь и электричество было, и даже водопровод, и канализация. С царем приехала свита в 45 человек. Свита – это группа людей, которые сопровождают важную персону, важного человека. Часть этой свиты жила в одном доме с царем, а часть в доме напротив. Вокруг площади, которая находится перед домом, построили забор. И семья могла выходить с этой территории только когда шла в церковь. То есть это была такая очень-очень комфортабельная, но всё-таки тюрьма. Именно отсюда, из Тобольска, в апреле 1918 года царскую семью повезли в Екатеринбург, где их в июле 1918 года убили по приказу большевиков. Сейчас в этом доме музей. Кстати, именно в Тобольске родился знаменитый химик Дмитрий Менделеев. Когда едешь к Тобольску на машине, очень долго города не видно. Думаешь, где город? А потом раз, и перед тобой Кремль на горе. Как в сказке, очень красиво. Исторический центр здесь как бы наверху. Рядом богатый квартал. Потом уже совсем другое жильё. А ещё подальше обычные жилые кварталы типичного российского провинциального города. Мы были здесь после Рождества. Тут в центре города фигуры медведей и русских богатырей с рекламой здешней нефтяной компании. Какие времена, такие и Дед Мороз со снегурочкой. Сейчас Тобольск – это город в Тюменской области. Тюмень – центр области. Тобольск симпатичный, чистенький, с музеями, с театром, прекрасной рекой. Вот только такие вещи его очень портят. Говорят, что в окрестностях Тобольска, в окрестностях города, значит, недалеко от города, вокруг города. Так вот, говорят, в окрестностях Тобольска до сих пор находят останки мамонтов и других древних животных. Приехать бы сюда еще разок летом, посмотреть летний Тобольск. Но, честно говоря, в последнее время что-то отпало у меня желание ездить по родной стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова